После недолгого потепления в начале года на Чувашию надвинулись сильные морозы. Столбики термометров сегодня опустились до минус 25 градусов, завтра возможно понижение до минус 30. Только за новогодние праздники 8 человек были госпитализированы с обморожением. О том, как защититься от холода в нашем сюжете. Таких сильных морозов не было уже давно. Последние зимы были аномально теплыми. В прошлом году температура воздуха не опускалась ниже 20 градусов. И многие соскучились по настоящей зиме, которая когда-то была в нашей полосе. Мороз и солнце прекрасно, русская зима. Что еще нужно? Давно ее не было. Конечно, давно ее не было. Давно ждали такую зиму. Вернулась она. Настоящую. Вот она пришла. Постоянно занимаюсь зимним видом спорта. Себя чувствую нормально. Мне 75 лет. Все хорошо. Морозы все я переношу очень легко. Для меня нет мороза. Те же, кто отвык от таких холодов, кутаются в одежду. Главное – не допускать переохлаждения и обморожения. У каждого свой рецепт сохранения тепла. Я думаю, нужно стараться одеваться теплее, употреблять продукты, которые быстрее перевариваются, чтобы снабдить тело энергией и согреться в такие холодные времена. Главное – не голодать и, соответственно, носить побольше одежды. Баруси в кармане греют. И шапка, и шанка. Тепло. Надо одеваться. Многослойность. И хорошее настроение. И все же экстремально низкие температуры опасны для организма. Чаще холод затрагивает нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног. От минусовой температуры сосуды сильно сужаются. Перестают поставлять кислород и питательные вещества. Все это приводит к временному нарушению кровообращения, потере чувствительности, в тяжелых случаях – к необратимым нарушениям. К особой группе риска относятся дети, которые, как правило, не замечают обморожение. Первые признаки отморожения – это неприятные ощущения, скажем, на лице, которые подвержены холодовому воздействию рук и ног. Это как онемение, зябкость, чувство покалывания и потери чувствительности. В данном случае нужно, значит, зайти в теплое помещение, укрыться от внешних воздействий природных. Это может быть ближайший магазин, кафе, в общем-то, отогреться, выпить чашку горячего кофе, сладкого или чая. Так что не забывайте рекомендации врачей и гуляйте на здоровье.